Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио Спутник в Крыму. Мы продолжаем эфир. Всем еще раз здравствуйте. У микрофона обозреватель Светлана Разина. Суббота 27 февраля на календаре. Сейчас переходим к новой интересной теме. Зарубежные ученые пришли к выводу, что за прошедшие 100 лет произошло беспрецедентное замедление атлантической меридиональной циркуляции и ее главного элемента течения гольф-стрим. Ученые отмечают, что ослабление гольф-стрима, который несет теплые воды из тропиков в Европу, оказывает значительное влияние на глобальный климат. Что будет, если течение навсегда остановится? Все это мы узнаем в ближайшие минуты на прямой связи со студией доцент кафедры туризма, факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев. Игорь Борисович, здравствуйте. Добрый день. Игорь Борисович, насколько тревожны эти новости, что гольф-стрим, которое, как мы знаем, самое теплое, крупное, очень мощное морское течение в Атлантическом океане, останавливается. Причем останавливается, насколько я понимаю, настолько быстро, что все это называют беспрецедентным замедлением. Я хочу, прежде всего, напомнить радиослушателям, что гольф-стрим, в нашем понимании, мы часто берем это понятие из школьной географии, просто как течение рассматривается. И даже в высшей школе иногда мы рассматриваем это как течение. А если мы возьмем западную литературу, или, допустим, последние современные наши исследования отечественные, то гольф-стрим рассматривается не как течение, а как такое глобальное явление. Прямо вот такой мощный механизм. В некоторой литературе проскакивает даже такое понятие, как печка Европы. И действительно, неся свои воды из тропиков, то есть, по сути, гольф-стрим начинается в районе как раз восточного побережья Соединенных Штатов, как раз в районе Палифорнии, вот этих вот частей. Он связан с огромным количеством других мелких течений, которые его питают, собирая теплые воды и отправляя теплые воды вот сюда, к нам, на север. И приходит оно все на север Европы. И уже принято ввести до Великобритании течение. Но на самом деле оно там начинает подбирать другие мелкие течения, начинает их питать. И, в общем-то, связана вся циркуляция Северного Ледовитого океана и побережья скандинавских стран. Несутся теплые воды. То есть, у поверхности вода изначально составляет примерно около 25-28 градусов. Представьте, какие теплые воды приходят зимой к берегам Великобритании. Естественно, известно нам Великобританию своими туманами, потому что воды резко испаряются. Но это приносит еще и тепло. И приносит тепло в северные страны Европы. Насчет замедления. Вопрос здесь достаточно спорный в научном плане о том, это естественный процесс или это процесс, вызванный какими-то явлениями. Мы сейчас постоянно говорим о глобальном потеплении. И вот этот процесс глобального потепления создает такое движение в социуме, везде о том, что надо как-то бороться с этим и так далее. Что это все приведет к засухам, к повышению температуры. Но тут возникает и другой момент. Что вот как раз влияние глобального потепления складывается на том, что начинают у нас таять льды. Льды у нас в Антарктиде тают и на Северном полюсе. И вот эти воды холодные, которые начинают поступать в океан, они кроме того еще и пресные. А циркуляция океанических течений часто зависит еще и от целенности. Там целая химия этих процессов сложная. Вот они начинают избивать наш с вами любимый берстим, о котором говорим. И то есть вот это само потепление глобальное может вызвать в ближайшем будущем глобальный процесс, наоборот, похолодания резко может смениться. Да, вот здесь вам большое спасибо за это объяснение, потому что очень многие как раз на дилетантском уровне задаются вопросом, как может глобальное потепление вызвать новый ледниковый период. Ну вот объяснение сейчас вполне ясное. Вот, смотрите. И что здесь, какая здесь опасность? Такое явление мы наблюдали, ну, примерно в 14-13 веках, да, по тому, что в Европе наступил так называемый малоледниковый период. И действительно, то, что находят сейчас океанологи, геоморфологи, да, в береговых отложениях, свидетельствует о том, что в этот период именно замедлился Гольфстрим или буквально остановился. Вот, 1300 год и так далее. И в то время, действительно, в истории наблюдается в летописях, что действительно было очень холодно, вот до того, что в Центральной Европе прекратились урожаи, начались активные войны. Но все это глобальное, так называемое, похолодание, по сути, начало исчезать только где-то в 18 веке, когда в ночь Гольфстрим начал работать. Но вот точно ли это связано с Гольфстримом, начало его запуска и так далее, сложно сказать, потому что, ну, фактов найдено не так много. Но вот если объясняется механизм, то он очень подходит к этому концепции. То есть если вдруг у нас сейчас вот это глобальное потепление принесет серьезные таяния льдов на полюсах, они добавят холодной пресной воды в океан, именно в этих районах, где начинается точка формирования Гольфстрима. И это, конечно, будет очень важным таким фактором остановки этого течения, или, по крайней мере, его замедления, как он наблюдает. Игорь Борисович, у меня сразу по ходу вопрос к вам есть. Если вы говорите, что уже была такая ситуация, когда Гольфстрим приостанавливался, но вот сейчас как раз вот эти явления многие связывают с антропогенной нагрузкой, вот со всеми этими выбросами в атмосферу, и, соответственно, и глобальное потепление отсюда идет. Но сложно себе представить в XIII веке вот такое антропогенное влияние, особенно техногенное влияние на наш климат, который мог бы тоже вот так влиять на течение. Значит, получается, не человек виноват, а есть какие-то другие природные силы, которые, может быть, в зависимости от некой цикличности останавливают Гольфстрим в определенный период времени. Отечественная школа географии уже, ну, лет, наверное, 15 или 20 говорит о том, что глобальное потепление – это очень спорный вопрос, в котором участие человека не так заметно. Скорее всего, это естественный циклический процесс. Понятно, что европейские страны, Северная Америка активно продвигает идею выбросов углекислого газа и других парниковых газов, но если рассматривать климатическую систему, то самый главный парниковый эффект оказывает у нас водяной парк, облачность оказывает, не СО2. То есть и вот эти все моменты, они очень политизированы, очень связаны с экономическим развитием, поэтому они активно продвигаются на международные форумы, совещания и так далее. А наша же отечественная школа, вот об этом очень часто говорит, везде, и в международных конференциях, что к этому вопросу нужно прислушивать, и не так ведет здесь роль человека. Скорее всего, это действительно естественный ход атмосферы, естественный ход работы того же Гольфстрима, который мы наблюдаем, естественное замедление. Вариант то, что будет, да, вот это вот немножечко опасно, потому что действительно грозит Европе серьезным экономическим кризисом, потому что буквально в северных районах и даже в центральной части при остановке Гольфстрима снежный покров может не уйти даже лето в некоторых районах, что, естественно, ограничит развитие урожая и так далее, что приведет вот к таким вот очень неблагоприятным последствиям. Притом, естественно, в Северной Европе возрастет спрос на наш российский газ, потому что нужно будет отапливаться, возрастут другие определенные потребности в энергоресурсах, и вот эти все моменты, они сейчас, если раньше они вызвали, да, в XIII, XIV, XV веке вызывали войны, борьбу за ресурсы, то сейчас борьба за ресурсы будет, я думаю, более экономически направленная, да, то есть начнутся экономические кризисы, проблемы и так далее. А если мы возьмем Соединенные Штаты, там тоже все не так гладко с Гольфстримом. Гольфстрим уносит теплые воды к нам сюда, на север Европы. То есть в Центральной Америке начнутся засухи, опять же, потери урожая, другие различные кризисы, но им тут способствует один момент. Гольфстрим является хорошим источником теплых конвективных потоков, которые формируют знаменитые ураганы, которые покрывают восточные побережья Соединенных Штатов, Центральной Америки и так далее. Вот если приостановится Гольфстрим, то, конечно, Америка практически решится вот этих вот эроганных явлений, и как бы у них тоже будет определенный плюс. Видите, эта вся система очень взаимосвязана. Очень взаимосвязана, все сложно. Насколько вообще здесь... Да, взаимопроникает. Насколько здесь благодарным делом будет предсказывать что-то, строить гипотезы, и если строить, то хотя бы на какой срок это все можно выстроить? Ну, предсказывать это нужно обращаться к гадалкам, да, и так далее. Мы можем только прогнозировать, да. Предсказывать можно все, что угодно. А то, что касается прогнозных моделей, есть несколько моделей, которые построены, да, и, возможно, по некоторым моделям, возможен результат того, что Гольфстрим сейчас замедлился. Но это как такая маленькая пауза, и, возможно, он в ближайшие годы начнет разгоняться, да. У нас часто бытовало мнение в науке, что эти процессы очень медленны и растянуты на сотни лет. Но буквально, если сейчас Гольфстрим остановится буквально на год, да, практически остановится, то похолодание и ледниковый, малоледниковый период в Европе может наступить буквально за 20 годов. То есть эти процессы при выпадении одного маленького элемента, хотя Гольфстрим не очень маленький, да, они сразу же имеют катастрофические последствия, резкое изменение. То, что касается у нас сейчас, мы наблюдаем в Крыму засухи. Это та же система, связанная со приостановкой Гольфстрима. У нас есть знаменитая Ось Ваейкова. Да, это такая вот мощная часть антициклона, да, который в центре Евразии расположен. Он тоже питается определенными связями с Гольфстримом и другими климатическими особенностями, да, то есть как пойдет дальше. А может быть, если становится Гольфстрим, включится новый какой-то механизм, у нас, наоборот, пойдет больше осадков. Вот, кстати, хорошо, что вы отметили. Я хотела вас спросить, а может ли быть Гольфстриму какая-то альтернатива? Насколько вообще теории есть какие-то на этот счет? Ну как, альтернативы Гольфстриму нет. Мы можем сказать, что при изменении течения Гольфстрима изменится климатическая система. Локально, может быть, европейской части, части Евразии. Вот, и вот все связано, конечно же, с глобальным потеплением, потому что подъем на несколько там десятков долей градусов, да, оно уже с общей температурой, оно сильно влияет на вот эти циркуляционные все процессы, все эти системы. Вот, и самое, что тут такое, на что могло повлиять тоже на Гольфстрим это явление, потому что у нас есть, ну, воздушные массы, да, известные, так называемые, климатические пояса, да, это тропические, умеренные, знаем мы еще это все со школы. Вот между этими поясами существуют, так называемые, атмосферные постоянные фронты. Не те фронты, о которых говорит нам гидрометцентр, когда приходят или иные воздушные массы. Это фронты постоянные, которые разделяют эти воздушные массы. И когда температура повышается и становится более такой вот вглаженной, эти фронты начинают терять свою значимость. И поэтому мы наблюдаем такие явления, как прорывание с северного воздуха на юг, когда у нас вот сейчас пришли снегопады и так далее, да, или наоборот, когда в Сибирь прорывается тропический воздух, да, и вот наблюдали совсем недавно зима, а там температура около 15 градусов в центральной части, да, Азиатской, Евразии и так далее. То есть атмосфера как система, она очень сильно меняется. Строить прогнозы здесь мы, может, даже не задумываемся, что может измениться через год-два. Может произойти вообще просто какой-то новый механизм, включиться. Дело в том, что наблюдение за атмосферой, а в ноги ведутся-то недолго. Ну, вот классические санитарные наблюдения не более 100 лет. А все, что было до 19-го века, мы можем только судить по каким-то фактам, которые, может быть, сохранились в истории, может быть, находим в остатках рельефа, там, донных отложений морских и так далее. Только по ним строить примерную картину. Поэтому вот тут вот момент прогнозов. Прогнозы хорошо строить, когда мы имеем выбор, куда имеем статистику. А эта статистика около 100 лет, она показывает только взаимодействие вот в ближайший век вот этот вот наш посадок. Игорь Борисович, ну вот из всей нашей беседы я понимаю, что в этом большом уравнении, в котором один из главных элементов является течение Гольфстрима, очень много неизвестных. И неизвестно, что влияет, человек или не человек, или это просто такая цикличность. И неизвестно, как и через сколько лет, какие последствия могут ждать и так далее. То есть это вообще нормальная ситуация, когда у нас очень много еще неизвестных есть, при всем при том, что фактически все мировое сообщество сегодня озадачено изменениями климатическими, и много уделяется сил, времени, работают большие институты. Но получается, что до конца понять весь этот цикл не представляется возможным. Это и есть результат того, что процесс очень сложный, и мировое сообщество это понимает. Просто если на нем остановиться, как статистические наблюдения, простые исследования, крупные научные исследования не проводить, то можем столкнуться с тем, что резко у нас произойдет какое-то изменение глобальное, мы к нему будем не готовы. Поэтому это понимает мировое и научное сообщество, и социум мировой понимает. Поэтому и выделяются такие средства, такие ресурсы. Об этом постоянно говорят климатические конференции. То есть это все результат в том, что наша цивилизация, человечество понимает, что это непростая система. Что на нее влияет, это не ясно. И поэтому этому нужно уделять большое внимание. Ну и о нашей стране еще можно? Несколько слов. Вы уже отдельные регионы затронули, и о Крыме сказали, что Гольфстрим может и на Крым повлиять с замедлением своего течения. Есть ли какие-то в нашей стране... У нас очень большая страна. Есть ли какие-то наиболее безопасные регионы, которые вряд ли затронут эти изменения, или затронут, но в меньшей степени, которые могут произойти в связи с приостановкой и замедлением вот этого течения теплого? Если произойдет остановка, то есть какой процесс пойдет дальше, мы сейчас точно сказать не можем. Естественно, центральные части континента, в той же Евразии, соответственно, и нашей страны, вот Сибири и так далее, влияние, чем дальше находится от океана, тем влияние, по сути, оказывается климатическим меньше. Но, учитывая, что это все климатическая система, могут возникнуть какие-то переносы воздушных масс, может быть, ураганные какие-то явления. То есть эти все модели строятся, проверяются, но в каждой модели есть один маленький элемент, который, если чуть-чуть изменится, эта модель становится точностью наоборот, прогнозная модель. Эти варианты для нас, в принципе, не так страшны. Даже с экономическим моментом, если у нас начнется малоледниковый период в Европе, наш газ, крымский, да, наш газ российский, конечно, спасет Европу. Это нам будет только на руку. То, что касается вот тех изменений, которые сейчас происходят в Крыму, мы видим, пустые водохранилища стоят и так далее, конечно же, это ответ на глобальные изменения климатической системы. То есть до конца, конечно, не выяснено, что пойдет. Может быть, в следующий год нам даст, наоборот, больше осадков. Может быть, что-то произойдет. Может быть, и в момент того, когда у нас появятся проблемы в той же Европе, да, с оледенениями и прочими, наша климатическая система работает немножко локально по-другому. Да, и мы окажемся в несколько им выгодном положении. Может быть, у нас увеличится курортный сезон, к чему это все ведется, да. Вспомним курортный сезон 2020 года, когда люди купались в конце октября, было теплое море и так далее. Это все тоже может сказаться на, как бы, вот этих моментах. Может быть, у нас не будет так много воды, но зато у нас будет отличный курортный сезон. В общем-то, вопрос воды можно будет решить каким-то именно способом. И в этом мы еще с вами, говоря о тех изменениях, которые возможны с течением Гольфстрима, не поговорили об обитателях океана и о животном мире, что с ним может произойти. Я так понимаю, изменения тоже возможны, и если вдруг начнется какое-то похолодание, это ведь просто перевернет все население океана. Ну, конечно же, тот же Гольфстрим, он служит таким коридором для миграции огромного количества и рыб, и млекопитающих океана. Здесь целая взаимосвязь как таковая. А глобальных таких проблем, если даже станет Гольфстрим, конечно же, мы наблюдать, думаю, не будем. Вот. Но все это скажется в природной системе, да, особенно вот в системе биологической. А скажется в какое-то отсроченное время, через несколько лет мы увидим. Может быть, нарушится человекопитательная база, но в любом случае нарушится. Тут момент, конечно же, серьезный. Но если мы вспомним, мы же пережили этот момент, когда приостанавливался, по сути Гольфстрим, это доказано, вот как раз в 14-15 веке пришел свой пик такой остановки. Океан выжил, все обитатели, по сути, выжили. То есть как-то природная среда приспособится. С другой стороны, у нас сейчас, в тайне льдов, большая проблема с теми же белыми медведями на севере, да, у которых питательная база пропадает и так далее. А при остановке Гольфстрима у нас в солидарии будет все нормально на северной части, да, соответственно, и вернется природная база для белых медведей. То есть все это взаимосвязано. Где-то что-то прибывает, где-то что-то убывает. Насколько главное, чтобы не было резких различий. В этом опасность того же глобального потепления. Мы видим, климат становится очень резким. У нас сейчас, допустим, в том же грубо достаточно тепло. Совсем недавно было очень холодно. То есть при хорошей работе Гольфстрима и всей климатической системе все это сглаживается. То есть медленное повышение температуры, медленное понижение. Сейчас остается все резко. Это вот тоже элемент глобального потепления. Ну и как бы это эгоистично сейчас из моих уст не звучало, но я думаю, что в ближайшее время тогда особое внимание нам надо уделять на изменения климата как раз на восточном побережье Америки и в Европе Западной. И там и уже ориентироваться, да, что происходит с Гольфстримом. Как раз эти части будут под первым ударом но мы уже будем понимать, что ждет нас тогда через какое-то время. Ну, в принципе, да. Тут еще момент такой, что сейчас Гольфстрим, он полностью замедлился максимально за там тысячу с лишним лет. Это прям вот такая яркая статистика в этом году. Вот если замедление пойдет дальше, это уже будет такой катастрофический перевес в сторону того, что мы точно можем сказать, что он остановится. И вот эти последствия, они не доставят себя долго ждать. Буквально, может быть, через 2-3 зимы в Европе начнет сформироваться этот маленький так называемый. Да, интересные события. Не самые оптимистичные, конечно, но, тем не менее, природа нам предлагает свои правила игры, придется к ним приспосабливаться. Спасибо вам, Игорь Борисович, за то, что нашли время, пообщались сегодня. До свидания. До свидания. Я напомню, на прямой связи со студией был Игорь Вахрушев, доцент кафедры туризма, факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник в Крыму».